Андрей, здравствуйте. Добрый день. Хочу представить вас телезрителем и познакомиться с вами самим, потому что, знаете, я никогда не думал, что могу просто встретить поисковика, поскольку никак с ними не сталкивался. А вы, мало того, что поисковик, вы еще и председатель Волгоградского регионального отделения поискового движения России. Скажите, вот для тех, кто впервые, может быть, увидит вас и увидит в титрах поисковик, скажите в двух словах, что это такое? Ну, к сожалению, реальность Великой Отечественной войны в том, что многие защитники Отечества, отдав свои жизни, остались на поле боя. Кто-то был похоронен, кто-то, к сожалению, нет, но это все было поспешно. И сейчас вот под слоем грунта, где-то даже под улицами, также под сельхозяйственными полями, просто в балках лежат защитники Отечества. Я думаю, ну, это общее должно быть мнение, что эти люди достойны покоиться как минимум на кладбище, а в правильном варианте на воинском мемориале туда должны приносить цветы, их должны помнить, чтить. И этим и занимается поисковое движение России. Мы выходим в поля, в леса, в болота и стараемся закончить войну до конца, чтобы каждый солдат до последнего был увековечен правильным образом. Ну, то есть вы находите тело солдата, останки и, естественно, сопутствующие находки есть еще какие-то, которые идут в музеи, да? Наверное, какие-то нашивки, патроны. Ну, ничего хитрого с нашими бойцами не попадается. Есть личные вещи, это какая-то мелочь денежная в карманах, очки, карандаши, средства гигиены, конечно, военная амуниция, фрагменты вооружения и боеприпасов. Что-то из этого именно способствует для установления личности, и мы этому рады, если удается сделать именно это, вернуть имя из небытия и найти родственников. Ну, и какие-то вещи, если они достойные и надлежащего вида, они что-то передаются родственникам как личные, что-то попадают в музеи. Ну, в основном это формата школьных, студенческих. И большое количество, конечно, нас забирают те регионы, которые к нам приезжают, у кого этого нет. Урал, Сибирь, чтобы там ребята могли посмотреть, увидеть это и даже потрогать. Андрей, есть ли у вас какие-то перспективы, когда вы скажете «все», мы, скорее всего, нашли все, больше работ поисковых не ведется? Ну, к сожалению, всех, наверное, мы не найдем. Некоторые останки, как в песне поется, стали землей и травой. Некоторые уже покоятся, например, под застройками или под водохранилищем. Кто-то, вот защитники Сталинграда, кто-то мог утонуть в Волге, и эти останки также на дне. Кого-то просто вот уничтожило взрывом, ну, совсем на частицы. Но мы должны стремиться, то, что возможно, то, что мы можем сделать, обследовать конкретные территории досконально. Ну, вот эта работа именно нам доступна, и ее мы и будем делать. Ну, вы как председатель ведь можете сказать, что когда эти поиски закончатся? Ну, активных, я думаю, бойцы будут попадаться еще очень долгое время, наверное, не одно столетие. Ну, как именно активное поисковое движение, как на практике, именно вкопать в полях, лесах, в горах, еще, думаю, лет 30-50 сможет, как бы, это точно. Я-то понимаю, поисковые работы не ведутся зимой? Почему же? Ну, они проводятся больших лагерей, экспедиций, но это люди, которые болеют за эту тему, они выезжают в свободное время, также на зимние, как просто в разведывательные, чтобы определить места, где есть сосредоточение металла, потому что в основном по металлу ищут останки. Ну, и также именно и провести саму эксгумацию. Такие варианты и вообще действия проводятся. Ну, конечно, в малом масштабе по сравнению с теплым временем года. У вас вообще недостатков, наверное, нет в энтузиастах, да, которые хотят присоединиться к вашему движению. Но если все-таки люди посмотрят вот это короткое интервью и они скажут, слушайте, так я тоже готов, да, вступить в ваши стройные ряды, возможно ли это? Или у вас какой-то своеобразный отбор есть? Нет, конечно, это возможно, но человек должен понимать важность этого дела и в том числе обладать определенными навыками. Мало того, что человек просто копать лопатой, как в огороде, мы стремимся именно к правильности археологического подхода, к безопасности действий, потому что это также взрывоопасные предметы. Ну и по истечению времени, время наш главный враг, вот именно в определении личности, предметы поддаются коррозии, бумага гниет. И вот еще некоторые предметы, которые очень остаются ветхими, их может уничтожить сам человек. И вот к этому нужно относиться осторожно. Ну и, соответственно, должно быть отношение правильное к защитнику Родины. Это не просто его выкопать, но и полностью на всех этапах относиться к останкам, к захоронению и уже к самому месту погребения правильно. Как мы должны это делать. Ну то есть никакого отбора нет. То есть если человек пришел, вы его берете в свои, да? То есть вы его берете в поисковое движение. Да, если мы видим, что человек соответствует нашим целям, он их полностью поддерживает, никакой преграды в этом нет. Ну и тогда в связи с этим, смотрите, ведь люди преследуют разные цели, да? Кто-то с вами вместе с этим движением, а кто-то так называемый, в кавычках, черный копатель, которого интересует не то, чем занимаетесь вы, а его интересуют только предметы, которые он может потом перепродать. Ну, так называемые сувениры войны, так в кавычках возьмем их и занесем их вот именно в двойные кавычки. Так вот скажите, как вы боретесь с этим движением, то есть которые вам практически мешают? Они ведь вам нарушают вот этот самый археологический подход. Вот эти группы, их тоже можно поделить, точнее, эту группу можно поделить на несколько. Есть тем, кто занимается, просто ходит поверху, ищет какие-то, как вы сказали, сувениры, просто верховым поиском. И если сталкивается с останками, то сообщает поисковикам, не трогает их. А есть, которые действительно нарушают именно захоронение, погребение. Кто-то хорошо, если сообщает, где это место об этом факте. Зачастую бывает так, что останки остаются в поле хорошо, если их хотя бы собрали в пакет. Но бывает мешок. Мы с этим бороться на правовом поле никак не можем. Это работа правоохранительных органов. Но если мы сталкиваемся, мы стараемся именно как-то зафиксировать, передать эту информацию. И если мы видим, что на данной территории уже работают вот такие черные копатели, то обследовать эту территорию до конца, чтобы именно у него даже не было намека здесь что-то найти. Как бы успеть раньше. То есть получается, что еще есть места, которые, собственно, не тронуты поисковым движением. То есть, по вашим словам, получается, что есть такие места? Ну, работа ведется большая. Но вот чтобы объять всю, например, территорию нашей области, это физически невозможно. Ну и плюс есть собственность фермерских хозяйств, других коллективных хозяйств, где выращиваются, собственно, сельхозяйственные культуры. Мы идем туда с согласованиями именно с владельцем этой земли. А как бы черные копатели, они это не согласуют. Они просто заходят на эту территорию, когда она не под надзором, и еще вскрывают без прав и без разрешения. Поэтому вот здесь мы также не успеваем. Андрей, вы как председатель именно Волгоградского регионального отделения поискового движения России, вы знаете какие-то наверняка ваши личные достижения, которые вы подчеркиваете красным маркером и говорите, да, за этот год нам удалось сделать вот это. То есть скажите, вот что вы вносите в свои достижения, так называемые рекорды поискового движения? Ну, я человек нечиславный, я, собственно, особо это не фиксирую, но именно за последний год Волгоградское региональное отделение совместно с нашими партнерами, это и Центральным исполнительной дирекцией поискового движения России, Комитетом по молодежной политике, сейчас Комитетом по образованию и молодежной политике, Организацией государственного бюджетного учреждения Патриот-Центр. Мы смогли именно провести несколько межрегиональных, региональных и общероссийских мероприятий, именно достойно провели, которые, где поисковики, как молодые, так и более взрослые руководители, смогли получить новый опыт, смогли пообщаться, увидеть различные практики, именно полезные и успешные. И также при поддержке государственных грантов за последний год-два впервые пополнилась материальная база поисковиков региона, это и автомобили, и туристическое обеспечение в плане палатки, спальных мешков и так далее. Собственно, теперь дело за то, чтобы мы это все проявили на практике. Мы получили знания, получили, собственно, экипировку, транспорт, теперь мы должны все это вложить в нашу работу в полях, а также в архивах, ну и доводить это до конца, это захоронение, выковечение памяти погибших именно на территории нашего региона, ну и в целом в Российской Федерации. Андрей, вы же выезжаете группами? Есть совсем маленькие группы, это 2-3 человека, люди на своем личном транспорте, но ставим именно в основном на патриотическое воспитание молодежи и проводятся именно большие лагеря, экспедиции, как бы, именно с этой целью. А возраст, которому вы отказываете, то есть, вы говорите, тебе еще рано этим заниматься? Ну, при поисковых работах именно в поле под руководством взрослых можно присутствовать с 14 лет, но если есть маленькие поисковики, там, от 10, они могут, собственно, как туристы-наблюдатели при этом присутствовать, и в том числе участвовать в мероприятиях. У нас проводятся и творческие конкурсы для ветеранов, для общественности, где есть и патриотические песни, и патриотические стихи различные. Ну, человек может проявить себя по-разному. Есть и взрослые люди, которые не занимаются поиском на местности, они занимаются архивным поиском, ищут родственников активно. Именно наша деятельность, она многогранна. Каждый может заниматься то, что ему нравится, то, что он может, и то, что, конечно, хочет. Мне вот интересует вот этот самый простой алгоритм. Как вы находите родственников? Да, то есть, прошло ведь огромное количество уже лет. Как вот вы нашли солдата, и вы вот должны найти теперь родственников его? Здесь тоже совершенно разные алгоритмы, совершенно разные случаи и истории. Бывает с помощью социальных сетей, в сети интернета, очень легко это сделать буквально за несколько минут. Собственно, по населенному пункту, по фамилии выбираются люди, и задается им вопрос, что мы нашли конкретного человека, не вошли это родственника. И бывает, буквально за несколько секунд человек отвечает, да, это мой прадедушка, и так далее. А бывает, этот поиск длится несколько лет. После войны прошло, как вы сказали, большое количество времени. Это миграция населения. Там кто-то выехал даже за границу, находятся и в Германии родственники, и в Израиле. Совершенно по-разному. Есть родственники сами ищут своего предка, погибшего на войне, различными способами, например, запросами в интернет. И можно также ввести его. Находишь, что вот человек ищет его. И пытаясь, например, через тот же сайт, например, бессмертного полка, связаться с этим человеком, просишь администрацию этого ресурса выдать его контактные данные. Ну, бывают случаи, когда и поиск до сих пор безуспешен. Ну, люди гибли массово, и просто у него прямых потомков не оставалось. Молодыми, к сожалению, 18-19-летними. И вот на нем история семьи заканчивалась. Погибали его, умирали его родители, умирали братья и сестры. Андрей, неужели до сих пор нет какой-то единой базы в том же интернете, куда может человек обратиться и найти все, ну, куда стекается вся информация? Или все по-прежнему, все в разных местах интернета? Нет, почему? Есть ресурсы Министерства обороны, где то, что зафиксировано у них документально, начиная от потери, также награждения и различные приказы донесения, оперативные сводки. Это память народа, объединенная база данных, мемориал, где человек может найти. Конечно, там не все данные. Реальность была такова, что документы уничтожались, чтобы они не попали в руки врага. И, конечно, после этого просто нечего было передавать в архивы Министерства обороны. Но человек все-таки чаще может найти следы своего родственника, даже если пропал без вести, определить вектор направления, где искать вот этот ответ, в каком он подразделении служил, в каких событиях он участвовал, возможно, даже более-менее определиться с возможным местом захоронения его. Андрей, вот на сегодняшний день у поисковиков вашего движения, Волгоградского регионального отделения, есть ли какая-то загадка, которую вы не можете решить? Вот у вас, вы уже с 90-го года занимаетесь этим, и вот до сих пор вы говорите, вот это нерешимая загадка. Ну, именно в плане поисков есть как бы фактические документы, что на конкретных участках погибали бойцы, погибали целые подразделения, мы их не можем найти. Это больше именно наша летняя оборона Сталинграда. Бои были скоротечные, что они были на очень узком участке земли, и, можно сказать, траля, его металлодетекторами, щупами не наталкиваемся на останки. Ну, все-таки по истечению нескольких лет, применяя новые методы, новые, например, оборудования, источники архивные, такие, например, как аэрофотосъемка, это удается нам сделать. Но еще впереди таких мест очень много. Вот наши бескрайние задонские степи, где очень красивый ландшафт, очень красивый пейзаж, как бы там еще нам прогнозируют и перспектива очень большой, долгой и, я думаю, интересной работы. Поисковиков вообще везде пускают? Ну, в смысле, у вас есть территории, куда, говорят, вот сюда вы не пойдете? Нет, есть собственники земли, именно фермеры, которые против нашей работы, они по своим причинам, например, что урожай у них будет худше, потом, что мы не закапываем, например, ямы не проводим, рекреацию почвы, а еще по каким-то другим, ну, просто нежеланиям. Но на самом деле, если мы подходим комплексно, то мы не оставляем за собой никакого следов и, кроме того, выносим останки, в первую очередь, и другие металлические предметы, в том числе взрывоопасные, с территории вот этой. Поэтому мы просим и нас понять и учитываем их пожелания. Вот, ну, все-таки сталкиваемся не всегда не с пониманием, сталкиваемся именно с нежеланием вот таких вот собственников. Андрей, спасибо вам за беседу. Надеюсь, что телезрители, которые смотрели наше короткое интервью, присоединятся к вашему поисковому движению. И скажу, что сегодня я беседовал с председателем Волгоградского регионального отделения поискового движения России. И, конечно же, мы выходим в эфир накануне Великой Даты, 75-й победы советских войск над фашистской Германией и над фашистскими захватчиками. И тогда еще рано было говорить о всей Германии. Разбили их здесь. У вас есть возможность обратиться к телезрителям, поздравить всех, кого хотите поздравить. Но все-таки изначально было сказано еще в начале войны такие слова, что и это правильное отношение к всему этому противостоянию, что наше дело правое, враг будет разбит, и победа будет за нами, что, собственно, и получилось. И это единственная точка зрения, с которой мы должны относиться к этому. И в итоге я поздравляю всех жителей нашего региона, в первую очередь ветеранов Великой Отечественной войны, детей Сталинграда, всех, кто имеет к этому отношение, и всех молодых ребят именно в наших силах, в наших желаниях должно быть сохранить эту победу в сердце, в памяти для последующих поколений. С днем Сталинградской победы! Андрей, спасибо за беседу. Продолжение следует...